Добрый вечер, меня зовут Антон Юрченко и сегодня я хочу поговорить о светодиодных источниках света. Это самые современные источники света на сегодняшний день. Мы сейчас себе представить не можем в принципе своей жизни без искусственного освещения. Человечество привыкло управлять днем, продлевать себе искусственно световой день. И еще со времен начала использования огня человек пытался сделать освещение более удобным, более ярким и более практичным. Распространение электричества совершило буквально революцию в освещении домов и улиц. Так, например, лампы накаливания, которые мы все с вами знаем, они появились давно, еще в начале 20 века были запретены, однако они были популярны еще сколько? Лет 15, наверное, назад, и до сих пор кое-где используются. Однако уже к 38 году 20 века стали использоваться люминистентные линейные лампы, а первые компактные люминистентные лампы, которые позволили заменить полноценно лампы накаливания, появились уже в конце 80-х. Светодиодные же лампы появились достаточно поздно, несмотря на то, что светодиоды были известны еще с начала 60-х. Однако они были чрезвычайно дорогими, около 200 долларов за штуку. А с 70-х годов началось массовое производство светодиодов, которые работали в приборах в качестве световых индикаторов. И лишь ближе к 2000-м годам появились первые светодиодные лампы. И только в 2009 году компания Philips впервые представила свои решения на базе светодиодных ламп в качестве полноценной замены 60-ваттных ламп накаливания. Появление светодиодных ламп обязано изобретению японских ученых Исаму Акасаки, Хироши Амана и Судзинакамура, которые в 90-х годах изобрели достаточно дешевый синий светодиод, за что им была присуждена Нобелевская премия по физике в 2014 году. Светодиоды, несмотря на то, что известны достаточно давно, они применялись в общем освещении, бытовом освещении из-за очень низкого уровня светоотдачи. То есть на каждый ватт потребленной энергии они давали мизерное количество света. Только в 2000 году им удалось достичь по уровню светоотдачи ламп накаливания. Однако с тех пор, как мы видим, этот показатель очень резко порос начал расти вверх и достигает сейчас более 300 люмен на ватт, как сообщила компания КРИ, один из лидеров в производстве светодиодов. Однако сейчас в бытовых решениях, в наших светодиодных лампах, которые мы можем купить в магазине, уровень светоотдачи порядка 120 люмен на ватт, что практически достигло уровня бывших лидеров по светодаче. Это натриевые лампы высокого давления, думаю, вы все их видели. Ими освещается большинство улиц до сих пор. Давайте сравним три наиболее популярные технологии бытового освещения. Это лампа накаливания, люминистентная лампа и светодиодная лампа. Итак, лампа накаливания целых 90% потребляемой энергии излучает в виде тепла. И лишь 10% в виде света. Да, эти лампы дешевые, они обладают хорошей цветопередачей, однако у них достаточно небольшой срок службы, и они потребляют слишком много электроэнергии. Поэтому в связи с необходимостью экономии электроэнергии, сокращения выброса углекислого газа в атмосферу, во многих странах был введен или планируется к введению запрет на использование ламп накаливания. Например, с 2009 года в Евросоюзе запрещены лампы мощностью 100 ватт и более. люминистентные лампы излучают в виде света уже около 20% потребленной энергии. Они стоят достаточно недорого, имеют более длительный срок службы ламп, однако они включаются задержкой. Частое включение этих ламп сокращает срок и службы, а в хрупкой колбе этих ламп находятся достаточно токсичные пары ртути. И, наконец, светодиодные лампы. Они излучают в виде света уже около 50% потребляемой энергии. У них примерно в 10 раз меньше энергопотребления и, соответственно, светоотдача по сравнению с лампами накаливания, а также у них практически рекордный срок службы до 50 тысяч часов. Чтобы это можно было себе легко представить, это около 6 лет непрерывной работы. И также эти светодиодные лампы крутые тем, что у них отсутствует мерцание света. Они нечувствительны к частным включениям и выключениям. Они экологичны и имеют в основном прочный и образостойчивый корпус, который позволяет их применять там, где, допустим, энергосберегающие технологии в виде люминесцентных ламп применить было невозможно. Из чего же сделаны светодиоды и каков принцип их работы? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо понять, в принципе, чем полупроводники отличаются от металлов и диэлектриков. Думаю, с лекции Лесси вы помните, что электроны, которые находятся в атомах, которые составляют кристаллическую решетку, могут принимать только определенные энергетические значения. И, соответственно, выделяется валентная зона и зона проводимости, переходя в которую электроны могут уже свободно переносить электрический ток. Например, в металлах, как мы видим, эти зоны перекрываются, и они всегда в состоянии проводить ток. У диэлектриков, это, допустим, пластик, это запрещенная зона между двумя зонами проводимости и валентной зоной, она слишком большая. А у полупроводника эта запрещенная зона настолько невелика, что если придать электронам небольшую энергию, их легко можно перевести в зону проводимости. В основе светодиода лежит полупроводник, в котором, с одной стороны, есть примеси электрон-дефицитных атомов, составляющих кристалл и, собственно говоря, которые образуют так называемые дырки, области с пониженным содержанием электрона. Они являются переносчиками заряда в этой части. А с другой стороны, в полупроводнике есть примеси электрон-донорных атомов. И в этой части полупроводника переносчиками заряда являются электроны. В таком полупроводнике, как мы видим, есть переход между двумя типами проводимости. Типами P-проводимости и N-проводимости. При пропускании электрического тока через этот переход в прямом направлении носителей заряда электроны и дырки движутся друг на встречу другу и рекомбинируют. То есть совмещаются и нейтрализуют друг друга. При этом электрон возвращается на свой основной энергетический уровень, волнентный уровень, а избыточную энергию он излучает в виде видимого света в нашем случае. Давайте рассмотрим, как устроен непосредственно чип светодиода. На примере синего светодиода, о котором я говорил, за изобретение которого японские ученые получили мобилевскую премию. Итак, он состоит из сапфировой подложки, на которой сверху наращивается слой полупроводника. Сверху наращивается слой полупроводника, легированного электронно-дефицитными атомами, такими как кислород или кремний в данном случае. Дальше наращивается активная зона, в которой будет происходить комбинация электронов и дырок и излучаться свет. И затем выращивается слой полупроводника, легированный атомами, содержащими избыток электронов. В данном случае, наверное, магний. Далее на полупроводники с P-типа и N-типа наносят контакты, которые подводят к электродам. А сам чип располагают на электроде, который достаточно массивный и является теплоотводом от чипа. И все это, естественно, запаивается в пластик, чтобы избежать контакта с окружающей средой. Материал, из которого изготавливается светодиод, выбирают специально таким образом, чтобы его излучение находилось в видимой области. Потому что, варьируя состав полупроводника, можно создавать светодиоды, которые работают в всевозможных длинных волн, начиная от среднего ИК-диапазона и заканчивая ультрафиолетом. Также есть светодиоды, построенные на основе органических полупроводниковых структур, так называемые OLED, которые в основном применяются в дисплейных технологиях, думаю, все знают, да, технологию AMOLED. Также разрабатываются светодиоды непосредственно для освещения. Они работают следующим образом. Точно так же электрический ток подводится к органическим молекулам, которые находятся в органическом полупроводниковом слое, и не испускают яркий след. Эти светодиоды преобразовывают свет приблизительно 25-30% потребленной энергии. И также созданы очень перспективные фосфоресцентные органические светодиоды, так называемые фолет, которые, используя принцип электрофосфоресценции, преобразуют до 100% электрической энергии в свет. Среди недостатков, однако, органической светодиодной технологии можно отметить невысокий срок службы органических люминофоров порядка 3-4 лет, а также более высокую стоимость производства по сравнению с неорганическими светодиодами. Светодиоды, как мы видели, излучают свет в достаточно узком диапазоне спектра. Как же получить белый свет в тех лампах, которые мы используем? Для начала давайте рассмотрим спектр излучения Солнца. Как видим, что на всех длинах по всему спектру видимого диапазона излучение Солнца достаточно интенсивно. Лампа накаливания, как мы видим, излучает свет в длинноволновой области, в красной. При рассмотрении спектра излучения люминисцентной лампы белого света видим всего лишь 3 узких пика. Это пик синего, зеленого и красного люминофоров, которые нанесены на колбу люминисцентной лампы. Обратите внимание, что, допустим, спектр светодиода отличается от спектра люминисцентной лампы, и он состоит всего лишь из двух пиков. Из небольшого пика в синей области и из довольно-таки широкого пика в желто-зеленой области. Об этом мы сейчас и будем говорить. Итак, для получения белого света, как мы видели, можно смешать, например, как в люминисцентной лампе, излучение синего, зеленого и красного светодиодов. Однако недостатки такого решения достаточно сложная конструкция, оптические потери и неоднородность света. Либо же можно использовать комбинацию синего светодиода, покрытого люминофором. Люминофор поглощает синий свет светодиода и, соответственно, излучает уже в другой области, в нашем случае в желто-зеленой области. И на выходе, при работе этого светодиода, мы получаем смесь излучения синего светодиода и желто-зеленого люминофора. Собственно говоря, вместе они и дают нам белый свет. Люминофоры бывают нескольких типов. Это порошковые люминофоры в массе полимера, керамические люминофоры, это свеченные порошки, а также стеклокерамические люминофоры, это порошки в тугоплавком стекле и композитные в легкоплавком стекле. Однако наибольший интерес представляют сейчас монокристаллические конверторы света. Их плюсы – это стабильные светоконвертирующие характеристики, высокое оптическое качество и высокая теплопроводность, которая необходима для длительной и стабильной работы светодиодов. А также низкая скорость деградации люминофора. Ну и, естественно, прямая стоимость. Однако, как мы видим, эти образцы обладают световодным эффектом. То есть если у нас свет идет перпендикулярно плоскости конвертера, мы видим, что области по краям этих конвертеров засвечены несколько ярче, чем все остальное. То есть свет в этих светодиодных конвертерах проходит вдоль плоскости самого конвертера и меньше выход света наружу. А также эти конвертеры, к сожалению, дают достаточно низкий индекс цветопередачи, порядка 70, хотя это и достаточно, в принципе, для промышленного освещения, но недостаточно для применения в бытовом освещении. Какими же характеристиками должен обладать белый светодиод, чтобы применяться в бытовом освещении? Вы, наверное, слышали понятие цветовая температура. Это тот цветовой оттенок света, который излучало бы нагретое, идеально абсолютно черное тело до соответствующей температуры в кельвинах. Так, например, для освещения жилых помещений в основном используют источники света с световой температурой от 2700 до 3000 кельвинов, а в рабочих помещениях, там, где нужен более живой, более формальный свет, используют источники освещения от 3500 до 5000 кельвинов. Эти оттенки света, они достаточно нейтральные и наиболее приятные для глаза. Также немалой важной характеристикой источника света является индекс цветопередачи. Он характеризует полноту спектра излучения и способность правильно передавать цвета по сравнению с солнечным светом. Например, на слайде показан разложенный на спектры, здесь немного плоховато видно, здесь стоит призма, которая раскладывает свет лампы на спектр. И мы видим, что спектр лампы накаливания непрерывный, а спектр излучения люминистентной лампы линейчатый, как мы, наверное, сами видели, когда рассматривали спектры излучения различных источников. Таким образом, если, допустим, цвет некого предмета не попадает в эти освещенные лампой полосы, то, соответственно, он не освещается вовсе, и происходит искажение цветопередачи освещаемого объекта по сравнению с его нормальным видом. Наверное, вы с этим сталкивались, когда одни из первых люминистентных ламп, они были достаточно... или они были дешевые, допустим, достаточно некачественные. Вы, наверное, слышали или говорили, что свет как в морге. Вот как раз это вызвано тем, что они имеют достаточно низкий индекс цветопередачи. Именно из-за плохой цветопередачи натриевые лампы, о которых мы говорили, которые, в принципе, лидеры в уличном освещении, они не применяются в бытовом освещении. Вы, наверное, видели, да, что при освещении натриевыми лампами все достаточно блекло, желто, а при освещении светодиодами сразу видно цвета улицы. Давайте рассмотрим, как можно усовершенствовать характеристики люминофора. В нашем институте проводится работа над улучшением характеристик как раз монокристаллических светоконвертеров для светодиодов. И были получены ячеистые и поликристаллические конвертеры. То есть, как один из методов усовершенствования характеристик люминофора, покрывающегося синий светодиод, это создание структурно-неоднородного светоконвертера. Оказывается, вот в отличие от монокристаллических светоконвертеров в результате рассеяния света на микровключениях и шероховатостях происходит более полное поглощение синего света. Вот, допустим, ячеистый кристалл и поликристалл. Здесь пик в синей области намного менее выражен по сравнению с излучением образца с монокристаллическим конвертером. И более выражена как раз желто-зеленая область, которая отвечает в основном за белый свет. Также, в отличие от монокристаллов, рассеяние света на включениях приводит к подавлению световодного эффекта, о котором мы с вами говорили, плоскости конвертера. Еще один достаточно перспективный метод улучшения модификации характеристик светоконвертера — это модификация его поверхности так называемыми квантовыми точками. Квантовые точки — это такие наноразмерные полупроводники. Их отличие в том, что в зависимости от своего размера физического, они излучают цвет с разным цветом, разного цвета. И поэтому, в принципе, используя один и тот же состав квантовой точки можно получить целый спектр цветов. И таким образом комбинация квантовых точек на поверхности светоконвертера светодиода может нам позволить получить достаточно высокий индекс цветопередачи, даже больше 90. Еще один перспективный метод улучшения характеристик светоконвертера и управления распределением излучения конвертера — это создание заданной формы поверхности. Самый простой вариант — это создание шероховатости на поверхности конвертера. И в отличие от других способов улучшения характеристик клюминофора, этот способ создания шероховатости — он самый дешевый метод, что немаловажно при серийном производстве, так как мы все знаем, что при серийном производстве в принципе малейшая какая-то деталь может сэкономить огромное количество денег. При увеличении шероховатости увеличивается степень рассеяния света и длина его оптического пути внутри световода. И, соответственно, лучше поглощается синее излучение самого светодиода, которое трансформируется в большей степени в желтый свет. Таким образом, свет становится более теплым. И также с увеличением шероховатости изменяется угол рассеивания луча. Вот с увеличением шероховатости он может достичь угла рассеяния до 120 градусов, что нам позволяет отказаться от достаточно дорогой специальной оптики, которая применяется в светодиодах и получить, собственно говоря, например, с увеличением шероховатости от 0,02 микрон до практически 7 микрон. Можно получить образец с измененной световой температурой от практически 5000 кельвинов до 2700 кельвинов, что соответствует, в принципе, свету лампы накаливания. И также получить угол рассеивания света, увеличить его от 10 до 120 градусов. Как мы видим, варьирование такого простого параметра, как шероховатость поверхности конвертера, мы можем управлять в принципе оттенком излучения, изменять угол рассеивания, при этом удешевив производство светоконвертеров. В принципе, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Сразу следующее на ваши вопросы. Спасибо за очень интересную лекцию. У меня такой вопрос. Характеристики источников света оцениваются лишь только по параметру преобразования электроэнергии в свет, или еще и по тому, насколько класс человека воспринимает этот свет? Безусловно. Как раз вот если говорить о восприятии света глазом человека, здесь мы говорили о индексе цветопередачи. Вот как раз в идеале, в идеале, да, солнце освещает все предметы, и мы их привыкли в принципе видеть именно так, как освещает их солнце. Вот индекс цветопередачи солнца признан равным 100. И дальше уже рассчитывается индекс цветопередачи других источников света там по различным цветовым палитрам. Допустим, освещается некая цветовая палитра определенного источника света, фотографируется, вот, и сравнивается с этим эталоном. Вот как мы видим, в принципе, я не знаю, если вам тут видно, вот это яблоко, освещенное достаточно хорошим источником света, да, а это яблоко, освещенное, ну, вот таким посредственным. В принципе, разница видна. Вот это как раз индекс цветопередачи, помимо энергоэффективности, это достаточно серьезный критерий качества источника света. Антон, спасибо большое за очень интересную лекцию. У меня два вопроса, если можно. Первый связан с тем, что, как я понял с вашей лекцией, и такой информацией, что сам чип светодиодных ламп, он сейчас гораздо дешевле стоит, чем схема, которая будет на том, самолампа и так далее. И он же первым выходит из строя. Есть ли вариант технологический, я не говорю экономический, создание ламп со смертными эти чипами? Пусть даже они служат 6 лет, но через 6 лет мы берем и покупаем просто очень маленький чип, меняем его и продолжаем следать по данным примерам. Вот здесь я бы немного с вами поспорил, проблема как раз у нас большая в электрической обвязке самого чипа. Вот то, что, грубо говоря, выпрямляет ток, понижает его напряжение для работы светодиодного чипа, потому что, в принципе, светодиодный чип работает приблизительно от 3,5-4 вольт, если мы говорим о синеме светодиоде. И первой как раз умирает, к сожалению, именно электрическая обвязка, особенно вот в наших странах, там, где достаточно нестабильная подача электроэнергии, постоянные скачки. Понятно, спасибо, помню, это вообще, как мне с удовольствием. Второй вопрос от Зануды небольшой. В одном из первых слайдов вы говорили про 120 люменов на ватт, по-моему, которые характерны для таких ватт. Да. И в следующем слайде сказали, что это соответствует практически 50% конвертации энергии. Вот. Но в то же время на первом слайде было 300 люменов ватт, которые, по-моему, соответствуют чуть больше, чем, если там линейная зависимость, чуть больше, чем 100% конвертации энергии для самых лучших ватт, которые... Да-да-да. Ну, здесь, в принципе, условно указан КПД. Сейчас мы вернемся. Здесь условно указан КПД и, в принципе, с каждым годом все больше и больше значения светоотдачи получают для светодиодных чипов. То есть светоотдача не линейно связана с этим энергетическим, скажем так, энергетическим? Нет, почему же линейно? А по 120-303 либо 120-50 или соответствует энергетическим? Ну, меньше 50. Здесь вопрос да. Да. Вот здесь до 50... Меньше 50. Известно, что у лейт-лампы есть ряд недостатков. Можете это отключить? Безусловно. Первый и самый важный, допустим, для меня недостаток, я сталкивался с этим, вот мне пришлось, допустим, менять целую партию дома светодиодных ламп. Это было связано с тем, что партия была достаточно ранняя и они не довели до ума электронную электрическую обвязку этих светодиодных чипов и наблюдалось мерцание самой лампы. Это можно очень легко, кстати, проверить, на самом деле, если вы чувствуете, что светодиодная лампа у вас от нее устают в глаза, почему, допустим, как я узнал о том, что у меня дома светодиодные лампы мерцают, несмотря на то, что вот на коробочке написано, что они не мерцают. У меня мама занимается шитьем и она вот шьет, я купил вместо старой лампы накаливания, под которой было удобно работать, светодиодную лампу. И через некоторое время она мне говорит, что у меня вот проблемы со зрением, я устаю. Можно очень просто навести камеру мобильного телефона, допустим, на эту лампу и будут видны бегущие полосы. Вот если они видны, это означает, что есть мерцание, которое невидимо глазу, но вот глаза при этом устают. Следующий недостаток, безусловно, он такой же, как и у люминесцентных ламп. Это индекс цветопередачи. то, насколько, грубо говоря, насколько спектр излучения этого светотеода широк и перекрывает все длинные волны видимого света. Вот просто если он недостаточно качественный, то в любом случае мы будем получать плохие цвета освещенных предметов неестественные. Это тоже дополнительно будет утомлять наши глаза. из недостатков наверное все. Естественно, бывают некачественные чипы, которые там деградируют, но это уже дело за технологией. в связи с спектром излучения источников дают мнение, что из-за того, что лампы имеют два пинта в спектре, а наши рецепторы зрения получают ограниченный цветовой диапазон, то некоторые из них, грубо говоря, выгорают. Это противо или это просто в интернете кто-то так сказал? В смысле выгорают наши там палочки-кобочки? Да. Из-за того, что один из пиков слишком интенсивный. один из пиков вы имеете ввиду синего светодиода? Во-первых, в принципе, даже здесь видно, что по интегральной интенсивности площади под пиком меряется интенсивность пика, он достаточно небольшой по сравнению с этим основным пиком желто-зеленой области. Во-вторых, в принципе, нет, не выгорают, потому что мы не видим преобладания, допустим, синего света. Это очень хорошо. А как я узнаю, что лампочка качественная? Ведь на рынке есть много фирм, которые выпускают лампочки. Как я узнаю, что это качественная? На самом деле я пытаюсь избегать при покупке светодиодных ламп, ламп, в которых не указан индекс цветопередачи. Это сплошь и рядом, очень не у многих производителей светодиодных ламп он указан. Вот. Ну и, собственно говоря, проверяю всегда при покупке вот после вот этих событий, которые я вам рассказывал, с мерцанием, я проверяю всегда ее на мерцание с помощью камер мобильного телефона. Спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, в своей студии в Украине промышленное производство современных светодиодов и насколько эта технология сложная для освоения? Именно промышленная? Промышленная, серийная. Серийная. И серийная. В Украине, насколько я знаю, нет. Даже те, в принципе, лидеры украинского рынка светодиодных ламп, у них все производственные мощности находятся в Китае, потому что все-таки это намного дешевле делать там. Вот. Насколько сложно, в принципе, очень очень сложная для освоения технология это даже не то, чтобы технология, очень большие и серьезные требования предъявляются именно сапфировой подложке. Но если мы уже в это ударимся, то эта сапфировая подложка это кристалл, монокристалл сапфира. И он должен быть максимально идеальным для чего? Слой полупроводника, он тоже монокристаллический. И, грубо говоря, кристаллические решетки сапфира и нитридогалия здесь похожи. И получается, как будто наращивание просто одного кристалла на другой. Соответственно, поверхность этого кристалла должна, поверхность кристалла подложки должна быть максимально идеальной. Вот. Этого сложно добиться. и, ну вот, пока у нас, к сожалению, нет производства светодиодов. То есть, в принципе, не все так просто. Не просто нанести слоями, потому что необходимо, чтобы сквозь всю эту конструкцию, многослойную, проходил, грубо говоря, электрический ток, чтобы была передача носителей заряда. Спасибо за ряду. А скажите, может быть, могут быть в каких-то случаях полезные светодиоды с низким индексом цветопередачи? Может, какие-то исследовательские цели? Ну, я бы скорее сказал, что, наверное, есть специальные лампы, у которых модифицирован спектр излучения. Вот. Таким образом, что он, да, допустим, не подходит под обычное освещение бытовое, но он, допустим, крут для каких-то там специальных узких целей. Потому что если мы будем говорить о лампе, допустим, с низким индексом цветопередачи, это будет означать, допустим, что этот, допустим, пик слишком он будет слишком интенсивный, или слишком, допустим, узкий, грубо говоря. То есть низкий индекс цветопередачи не является какой-то именно характеристикой спектра излучения, поэтому ответ мой нет. В реальной не будет полезный. Добро пожаловать на этот слайд на этот слайд очень добрый вечер. Сейчас мы знаем, есть светодиод, червеный, зеленый. Питание, что есть украшение, что можно сделать ультракрасный светодиод, ультрактилетный, правый диапазон, например? Ультрактилетный. Что я не могу вам точно сказать, но первые как раз светодиоды, которые были созданы и выпускаются на самом начале 60-х, они как раз и применяли в инфра-черонной области И уже после последних годов были получены ультрафиолетовые светодиоды. То есть, в принципе, до среднего, инфрачервоного и ближнего ультрафиолетовые диапазоны они также обнимают. Скажите, пожалуйста, а излучает ли светодиоды синие в ультрафиолетовый свет? И если, да, я, насколько знаю, с ним борются посредством использования специального алюминофора. Можно ли в домашних условиях проверить, излучает ли светодиоды в ультрафиолетовый свет, чтобы убедиться? И вообще, в принципе, как Вы считаете, вредно это или нет? Ну, безусловно, излишний ультрафиолетовый фон, да, он угнетает глаза. Особенно, допустим, если, ну, вот такая параллель, да, допустим, есть, если мы будем говорить о некачественных очках, допустим, да, солнцезащитных, то, которые, допустим, пропускают ультрафиолет, да, то они, получается, закрывают нам видимую область, а ультрафиолет пропускают, то есть наши зрачки расширяются, и ультрафиолетовое излучение попадает, как бы его больше попадает на нашу сетчатку и, соответственно, страдают глаза. Таким образом, точно так же вредны лампы, в которых ультрафиолетового излучения слишком много. Вот, в любом случае, если мы будем говорить о лампах, которые сейчас в основном применяются, в основном сейчас применяются лампы как раз с синим светодиодом и люминофором. Есть еще лампы, которые используют ультрафиолетовый светодиод и люминофор. Вот, первая технология синим светодиодом, она, в принципе, дешевле и пока проще реализуется, и, соответственно, вот если вы видите, ультрафиолет начинается где-то от 400 нанометров и меньше. Здесь достаточно узкий пик, поэтому очень легко подобрать светодиод таким образом, чтобы ультрафиолетового излучения, в принципе, не было. Поэтому я могу сказать, что, в принципе, вы можете не бояться увидеть ультрафиолет в своих лампах. А насчет того, как вы сможете его увидеть в домашних условиях или нет, я бы сказал, что есть, наверное, бытовые приборы для измерения уровня ультрафиолетовой радиации, допустим, в солнечный день. Мне кажется, ими можно воспользоваться, но вот это мое чисто предположение. Точно сказать не могу. По идее, наши рекламы, это был вопрос, поэтому вопрос, скорее всего, посредний. У меня такой вопрос. Применительно, что я свалю, который сейчас представлю. Большинство термологов считают главным недостатком светодиодной планки наличие пика в синей области спектра. Насколько сложно реализовать технологию светоконвекторов, довести ее до бытовой, чтобы интенсивность синего спектра была минимальной? Я вам скажу вот какую вещь. Дело в том, что, к сожалению, ну или к счастью, я не знаю, так уж повелось, что без синей составляющей, да, мы будем видеть просто желтый свет, достаточно желтый. Поэтому в любом случае синее излучение светодиода нам необходимо. Просто важен непосредственно баланс этих вещей. И, в принципе, сейчас это доведено до, ну, близко к идеалу, до идеала. В принципе, в этом нет проблемы, чтобы как угодно регулировать, собственно говоря, соотношение интенсивности пика люминофора и синего светодиода. Просто если мы сравним вас с спектром лампы на калии, да, да, да. Различие существенное, но сразу вопроса. Да, различие существенное, но, опять же, смотрите, вот я сейчас не могу здесь ручаться за то, какой цветовой температуры лампы спектр здесь приведен. Однако, допустим, если мы будем говорить о лампе холодного света, допустим, 6,5 тысяч кельвинов, да, стандарт, то, безусловно, будет иметь место достаточно интенсивный синий пик, да, ну и, соответственно, при использовании нейтрального света, да, он будет меньше, и в лампе с цветовой температурой, там, порядка 2,5 тысяч кельвинов, да, 3 тысяч кельвинов, он будет, ну, будет несколько больше, безусловно, чем в лампе накаливания, но он будет менее интенсивный. То есть здесь это, вот, приведен просто, как бы, общий вид нормированный. То есть у вас цветовой температуры? Я бы не сказал, это на любителя. Безусловно, лампы с цветовой температурой, там, 6,5 тысяч кельвинов, они слишком, ну, допустим, на меня не слишком давят. У них, их хорошо использовать каких-то, допустим, в операционных, вот в местах, где глазу нужно сосредоточиться очень хорошо. То есть, как мы знаем, что, в принципе, желтый свет более такие теплые тона, они нас успокаивают, нам как-то вот проще расслабиться, да, и, соответственно, вот в каких-то таких учреждениях, в которых необходима концентрация или там на производстве, да, ну, в каких-то таких залах, в которых постоянно люди не работают, там используются, конечно, источники холодного света. В основном, опять же, в рабочих зонах, в основном, используются источники нейтрального света, порядка 4 тысяч кельвинов с цветовой температурой. И никто не использует, там, желтые источники света. То есть, это вот именно под зоны, под конкретные зоны освещения необходимо подбирать цветовую температуру. Безусловно, самыми приятными для глаза, да, является вот теплая тона. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ